Бессмертный полк Но мы, коллектив Театра на Литейном, решили именно сейчас, в дни, которые предваряют Великий Праздник Победы, вспомнить наших родных, вспомнить бабушек, дедушек, которые выливали свою жизнь в своем пути, везели через землю. Так получилось, что я никогда не видел своих дел. Мой дед по маминой линии, Сергей Алексеевич Тарасов, в годы войны строил Челябинский металлургический завод, а после войны занимал руководящие должности на этом заводе. Он умер, к сожалению, за год до моего рождения. Меня назвали в его честь, и я горжусь носить его имя. Мой второй дед, папа моего папы, Афанасий Алексеевич Морозов, прошел всю Великую Отечественную войну и закончил ее в звании гвардии полковник. Он служил в дальней авиации. Начал свой военный путь еще в 1939 году в Ханкинголе, а на Великую Отечественную войну он ушел прямо 22 июня, в день начала войны. Моему папе тогда было 4 года, и как ни странно, он очень хорошо помнит этот день, он очень расстроился, что пикник, который был назначен на это воскресенье, не состоялся, потому что с утра раздался звонок. Мой дед взял тревожный чемоданчик, который был у каждого военного в то время, и ушел. Они увиделись много времени спустя. Семья моего отца покинула город Смоленск 23 июня 1941 года, и в скорости после того, как они в товарном вагоне уехали из Смоленска, вокзал разбомбили, и больше невозможно было уехать из этого города с помощью железной дороги. Как рассказывал мой дед моему отцу, в начале войны армия несла очень большие потери. И было очень много случаев, когда взлетало с аэродрома эскадрилья, а это порядка 9 самолетов, то возвращалось всего лишь 2-3 самолета. Все остальные погибали на задании. Папа вместе со своей семьей в это время находился в эвакуации в деревне Нижегородка, под Уфой. И вот там произошел в 43-м году случай, который мы очень трепетно храним в нашей семье. Было лето 43-го года, папе шел 7-й год. Он играет на улице с мальчишками, которые старше его, и как это часто бывает, когда старшие товарищи задирают, обижают, дразнят своих младших. И для того, чтобы защититься, для того, чтобы как-то утвердить себя, мой папа говорит, а у меня папа летчик. И вот он сейчас приедет, прилетит и заберет меня. Ну да, кричат ему старшие товарищи. И тут на горизонте появляется маленькая точка. Она превращается в самолет. И когда поется в одной из авиационных песен, махну серебряным тебе крылом, машет крылом, спускается, садится на деревенское поле, открывается дверь. И оттуда выходит Афанасий Алексеевич Морозов. Естественно, все остановились. А он тогда крикнул, Толя, ну что ты стоишь? Подбеги, обними меня. У него было всего лишь полчаса для того, чтобы обнять свою семью. Он перегонял самолеты из Омска на авиационную базу под Москвой. Было, шло полным ходом переоснащение армии. И вот эта вера маленького мальчика, вера в то, что все в этом мире возможно, даже во время войны, наверное, и является критерием того, что и нам нужно верить. И тогда, может быть, в нашей жизни будут происходить какие-то невероятные случаи. А потом был май 45-го года, который моя семья встретила в городе Луцк. И когда раздались первые выстрелы в честь победы, мирное население попыталось спрятаться. А военные объяснили, да вы что, мы же празднуем победу. И мой папа помнит того седого военного, который вставил его руку, ракетницу и сказал, Толя, давай, стреляй в честь победы. И они выпустили несколько ракет в честь великого праздника. Потом мой дед продолжал учить военных летчиков, штурманов дальней авиации. А по вечерам собирал свою семью и вслух сам параллел пьесы «Гоголь», «Островский», «Чехов». Возможно, из этих семейных литературных вечеров и родилась та любовь к театру, которая повлияла потом на выбор профессии у моего папы, моего дяди, режиссеров Анатолия и Бориса Морозовых. К сожалению, те четыре года, страшные четыре года, не прошли бесследно. И дед достаточно быстро и рано сгорел, он умер в возрасте 48 лет. А мы храним его китель, его ордена, его парадный кортик и, самое главное, память о человеке, который любил жизнь, любил свою семью и был верен в свою родину. С праздником Победы! Субтитры создавал DimaTorzok